В порядке очереди и строго по времени. Девятиклассники готовятся сдавать основной государственный экзамен по английскому языку. Только теперь по новой технологии. Общение проходит исключительно между учеником и компьютером. Для испытания готовят два типа аудитории. В одной ребята заполняют бланки регистрации и ждут сам экзамен. В другой приступают непосредственно к сдаче. Ребенок садится за компьютер, организатор в аудитории вводит пароль. И дальше все происходит автоматически. Ребенок, прослушав задание, прочитав задание, нажимает кнопку «Далее» и сам уже регламентирует свой экзамен. В аудиторию заходят строго по четыре человека. Произношение ученики записывают при помощи гарнитуры на компьютер. На всю работу дается 15 минут. В конце экзамена ученики могут прослушать свои ответы. Я думаю, проще сдавать на компьютер, потому что легче, несмотря на человека. Посмотрите на человека, думаете, что же он обо мне думает, и очень сильно волнуетесь. Оценивать результат будет специальная комиссия из 11 человек. Экзаменаторы уверены, что такой порядок сдачи позволит ученикам рассчитывать на действительно объективную оценку. Кроме того, на опробных испытаниях условия максимально приближены к тем, что ожидают девятиклассников на выпускном тестировании. Это очень полезно, потому что ребенок погружается в ситуацию, погружается в тот инструментарий, которым будет пользоваться на экзамене, пробует его. И, соответственно, к лету ребенок уже будет готов, подготовлен. И я надеюсь, что предстоящие экзамены пройдут у нас без волнений. Проверить свои силы в тренировочном варианте экзамена пришли около 300 девятиклассников из разных школ Севастополя. А настоящий экзамен предстоит школьникам в июне 2020 года. Алина Пчелинцева, Дмитрий Лелека, Севанформбюро.